Финальный заплыв мужчин на дистанции 100 метров ватерфлей. Рекорд мира в 47.78 установил Калиб Дрессел в Соединённые Штаты Америки. Рекорд Европы и рекорд России в 48.48 установил Евгений Коротышкин, Россия. В заплыве принимают участие Григорий Пикарский, Республика Беларусь. Многократный чемпион России, мастер спорта международного класса Пётр Жихаев, Москва. Чемпион и бронзовый призёр чемпионата мира в издательном плавании. Серебряный призёр чемпионата Европы. Чемпион России. Заслуженный мастер спорта Павел Самосенко. Курманская полоска. Финалист Олимпийских игр. Двухкратный чемпион и многократный призёр чемпионата мира. Чемпион и многократный призёр чемпионата Европы. Чемпион России. Андрей Минаков на ваших экранах. А это почти всегда значит, что у нас заплыв в Бутерфляем. На этот раз 100 метровка. Очень напряжённый заплыв. Я, честно говоря, не поручусь за победу никого из ребят присутствующих. Давайте вдуматься. Гриш Пекарский по первой дорожке лидера белорусской сборной. Пётр Жихарев. Две победы в прошлом сезоне на чемпионате страны Большом и на Кубке. Павел Самусенко. Мне кажется, уже не надо его представлять. Это такая страшная тень Климента Колесникова, который в последнем заплыве на 100 метров на спине чуть было не опередил нашего чемпиона. Андрей Минаков по четвёртой. Роман Шевляков выходит на дорожку номер пять. Роман был вторым в прошлом сезоне на 100 метровке. Вторым был на Кубке. Но вот надоело ему быть вторым. Точно, Егор Павлов, серебряный призёр здешнего уже заплыва на 200 бат. Александр Харланов, победитель заплыва на 200 бат. И Михаил Антипов по дорожке номер восемь. Практически нет людей, не обременённых титулами. Но меня больше интересует Андрей Минаков. Ну, во-первых, ему принадлежит рекорд России в коротких бассейнах. Во-вторых, он у нас серебряный призёр чемпионата мира. У нас четвёртый результат последней Олимпиады. Причём всё это практически в юниорском возрасте. И вот дальше попадание в Стэнфорд, обучение в Стэнфорде. И мы видели двух Минаковых по факту. Один приехал с быстрым началом, со слабым финишем, и его обогнал Пётр Ижихов. На следующий год Андрей Минаков приехал с фантастическим финишем, но со слабым началом, и Пётр Ижихов у него выиграл. Правда, это всё было в длинной воде. А вот сейчас 25-метровые бассейны, и Андрей Минаков здесь действующий чемпион страны. То есть ровно год назад он здесь был сильнейшим. Тогда, кстати, питерская пара стояла на высших ступенях пьедестала по отчёту. Минаков был первым, Шевляков был вторым, а Жихрев только третьим. Ну и я напомню, что на протяжении уже двух сезонов мы наблюдаем заплывы буквально в сотых долях секунды от рекордов страны. И, может быть, этот заплыв тоже не будет исключением. Хороший старт, но, по-моему, Шевляков выигрывает его. Минаков здесь только второй. Да, Шевляков первый разворачивается после четвертака. Подводная часть у всех глубокая, но, по-моему, Минаков здесь уже выходит вперёд. Хорошая предпосылка для Естак третий раз нырнёт. Опять заходит на фоворот. Чуть раньше Шевляков отталкивается от борта, хотя руками касался раньше Минаков. И пошёл третий четвертак. Рядышком Павел Самусенко. Это опасно. Там ещё и последний четвертак может быть быстрый. И почти разворот одновременно и у трёх. Но двух-то вообще синхронно. Да, мы ожидали, что будет четвёртый хороший выход. Но Роман Шевляков хорошо накатывает. Самусенко догоняет. Единовременное касание трёх спортсменов. И Роман Шевляков чемпион страны. 49-78. Это при условии, что вчера Минаков был 49-73. То есть Шевляков проплыл чуть-чуть слабее, чем вчера плыл Минаков. Но вопрос не в том, кто быстрее или слабее плыл вчера. Но он выиграл. Итак, Шевляков первый, Минаков второй. Самусенко третий. Харланову до попадания в тройку призёров не хватило четырёх десятых. Жихарев пятый. Роман Шевляков. Итак, Рома Шевляков, конечно, это, по-моему, не первый титул Ромы чемпиона страны. Но это очень важная победа. Мы всё чаще и чаще говорим о противостоянии Жихарева и Минакова. Шевляков всё время за этой парой. Второй, третий. Ну, вот теперь опять всё немножечко поменялось. Роман Шевляков, действующий чемпион страны в коротких бассейнах. И мы уже начинаем заговаривать о длинной воде уже в апреле месяце. Всё тоже трио. Плюс не исключено Павел Самусенко, плюс ещё и Миша Виковичев. Ой, как страшно будет этого всего ожидать. И как интересно будет смотреть эти заплывы. Если вы ещё не с нами, как говорится, забронируйте себе время на апрель. Целая неделя чемпионата страны. Трансляция канала Матч ТВ. Поверьте мне, каждый заплыв не оставит вас равнодушным. Ну, в принципе, как и всегда. Итак, далее у нас полуфиналы. Причём полуфиналы комплексные. 100 метров девочки на этот раз соревнуются. И рекордсменкой страны является Маша Каменева. Но она сегодня уже проплыла 100 вольный. Она проплыла сегодня ещё... Ещё что-то. Да? Нет, 100 вольный, по-моему, только пока проплыла. Ну и вот на комплекс, конечно, её уже никакими калачами не заманить. Потому что многовато для одного дня стартов Маши. Она, так же, как и Климент, уже очень и очень избирательна. Сегодня она свою программу даже перевыполнила. Ей нужно было выиграть 100 метров в вольном стиле. Она это сделала в прекрасном стиле. Поэтому мы прощаем её за то, что она не выходит на старт 100-метровки комплекса. Но в какой-то степени без неё здесь даже будет и интереснее. Потому что когда выходит Маша...